Всем привет, с вами Изидыч и вы на канале Вартуб. Сегодня на повестке дня превью Fallout 76. И как вы знаете, с выхода Fallout 4 прошло уже 3 года, и Bethesda к 14 ноября готовит к выходу онлайн-версию Fallout, Fallout 76. Действия которой будут проходить в западной Вирджинии. Нам предстоит играть, не поверите, за очередного выходца из убежища. Добавлю то, что мы играем не просто за выходца из убежища, мы относимся к группе выживших, которая одной из первых покинула свое укрытие спустя 25 лет после случившейся катастрофы. Как известно, в каждом из убежищ проводились какие-то эксперименты над резидентами, и суть эксперимента в убежище 76, как ни странно бы это звучало, выход на поверхность спустя всего лишь 20 лет после ядерного апокалипсиса, для изучения мира и попыток все возродить. Но дверь убежища открылась на 5 лет позже запланированного срока, причины задержки пока неизвестны, поэтому действие начинается в конце октября 2102 года. Ну а теперь перейдем к более подробному разбору геймплея, с которого уже было снято ИНДА, и очевидным косякам со стороны Бесезды. Наш персонаж просыпается в своей комнате, и мы переходим к созданию его образа. На карточке резидента убежища мы вводим данные персонажа. Подойдя к терминалу, мы можем прочитать письмо от смотрителя, в котором говорится, что настал тот самый момент, к которому мы готовились 25 лет, и что Америка нас ждет. После мы берем новенький Пипбой 2000, и уже сходу видно отличие предыдущих трехмерных фоллаутов, где использовался Пипбой 3000 серии. По сравнению с изометрическими первым и вторым фоллаутом, Пипбой 2000 претерпел изменения, но все равно узнается с первого взгляда. Но это так, к слову. А теперь к более любопытному. Перед нами появляется карта Западной Вирджинии, и судя по всему, она не в Пипбое, а в бумажном виде. Это впервые в серии. Ну да, в целом локаций много, скажу больше. Некое разнообразие, конечно, имеется. Здесь ничего плохого не отмечу. Ну а перед тем, как ворваться в этот жестокий мир, мы узнаем о своих возможностях. Умение крафтить и создавать свои укрепления с течением времени. То же самое, что было в Fallout 4. Кстати, вернули крафт патронов в игре. Изменились способности, то есть перки. Они сделаны, опять же, впервые в серии в виде карточек. При достижении нового уровня, игрок выбирает, какую из характеристик повысить, и получает карточку способности этой характеристики. И таким образом создается билд. Здесь пока сложно сказать что-то конкретное. Возможно, будут рождаться имба сборки, или все же Bethesda сможет их как-то забалансить, покажет время. Добавлю то, что мне не понравилась система открытия оружия. Она полностью зависит только от вашего уровня, а не от статов. Силы, в частности, что было бы, наверное, нормально. Например, у меня есть прокачанный друг Вася. Он хочет дать мне шикарную пушку, а я не могу ее взять. Я все равно, как ретард, буду бегать вначале с пистолетиком, и, конечно же, качать тот самый необходимый уровень. Хотя, наверное, так сделано ради баланса в онлайн-версии игры. Но это ладно. Типа движуха начинается от последующего геймплея и попыток прокачаться на абсолютно банальных, я бы даже сказал, скучных заданиях. Все сводится к тому, что вы бегаете защищать одну локацию, другую локацию. Что-то защищаете, но по факту все равно в главной сутью задания является то, что вы должны всех убить. Учитывая то, что игра вот-вот должна выйти, такая импотенция в квестах от Bethesda как минимум удивляет. Кроме того, в этом трэше участвуют и другие игроки. Поэтому выполнение любого задания не сулит вам погружением в атмосферу жестокого мира и опасности. Это скорее выглядит как Ололо по стрелушке. Благо, карта достаточно большая, а игроков на сервере всего 32. Поэтому, ну, как бы в некоторых заданиях, наверное, с ними пересекаться не придется. То есть, как это выглядит обычно? Пришла толпа бешеных резидентов и разнесла всех мобов и прочую нечисть к черту. У бедных тварей не было и шанса. Но погодите, дальше веселее. Как работает ВАЦ это настоящее ноу-хау. Понятное дело, учитывая то, что это онлайновый фоллаут, то никакого замедления или остановки времени нет. Чем ближе вы к цели, тем выше вероятность попадания по врагу. Проблема в том, что получив высокую вероятность попадания, вы можете отвести ствол и выстрелить хоть по луне. Пуля все равно настигнет вашу цель. Да, это вроде как не шутер с долей скиллозависимости. Но с таким ВАЦ это выглядит как минимум странно. И игроку для успешного попадания потребуется сделать ровным счетом нихрена. Подошел, выстрелил себе в ногу, но попал во врага. Просто 10 из 10 ВАЦов. Но даже решив сделать ВАЦ с полным отсутствием требований минимального АИМа со стороны игроков, беседка даже не удосужилась сделать соответствующую анимацию оружия или же персонажа, который во время использования ВАЦ мог бы ради приличия сам наводиться в сторону мутантов. Таким образом, исключив этот театр абсурда. Но по факту ВАЦ стало лишь АИМом для консольщиков. Игрокам ПК-версии он попросту не нужен. Любая преграда, деревья, заборы или же удачно подвернувшийся затылок союзника пуля все равно проигнорит и попадет куда надо. Извиняйте, но выглядит это нелепо. Система ПВП. О да, про нее тоже не забыли. Как я уже подчеркивал на сервере 32 игрока. И если, например, в обычных условиях вы заходите надавать кому-то по кумполу, вас посчитают психом. Почему? Да потому что ПВП в Fallout 76 нет никакого смысла. Просто никакого профита или же других побочных эффектов. Вот представьте, если вас убивают, ничего не происходит. Левел не теряется. Что-то годное из вас не выпадает. Награду за убийство тоже обиджик не получает. Кроме того, убитый игрок появляется на том же месте, где его только что убили. То есть, даже, предположим, если стычка произошла из-за зачистки локации, которой вы не хотели делиться, хотя это вряд ли, убитый игрок снова тут как тут. И это просто жесть. Оттого и получается, в ПВП нет никакого смысла. Абсолютно непродуманная система. В чем тогда опасность мира? Есть ли страх что-то потерять? Необходимость или возможность чем-то жертвовать ради других? Какие мотивы были у Bethesda при создании таких странных правил этого мира? Это больше напоминает мои челленджи по утрам, когда хочется просто пройти погуляться, а тебе говорят, нужно заодно вынести мусор. Такой, суку, челлендж акцептед. Выносишь мусор, мишен комплитед, а дальше коваляешь дальше по своим делам. Это жутко скучный и пресный мир. Нет некоего хардкора, что ли, сложности взаимодействия с окружающей средой. Ничто не нагнетает на игрока страх. Да и, как я уже говорил, и терять-то нечего. Убили и пофиг. Помню, как здорово было играть в Fallout поздно вечерком. Оглядываться с опаской на звуки окружения. А теперь это скорее выглядит как зачистка местности толпой. Это не вы боитесь нового опасного мира, в который выбрались спустя столько лет. Теперь мир должен бояться вас и толпы таких же маньяков. Древнего зла, что выбралась из своих подземелий. Это, пожалуй, самое страшное, что есть в Fallout 76. Разбегайтесь, когти смерти, мы уже идем. Пока что не чувствуешь некоего челленджа, вызывая этому миру, больше напоминает прогулку и фарм. Да, именно так просто. Печально. А теперь касаемо самого лора серии Fallout. Есть такой «замечательный» в кавычках человек, как Тодд Говард, знаменитый своими сюжетами в стиле «отец и сын» практически везде. Откровенно заколебавший многих игроков. Из-за этого игрокам все время приходилось отыгрывать однообразную роль. Такое ощущение, будто беседка принципиально не хочет нарушать традиции, кардинально меняя сюжетные повороты. Я, конечно, не стану приводить в пример Ведьмака, но можно сравнить с Fallout New Vegas. Напомню то, что это единственный из трехмерных Fallout, который разрабатывался не беседкой, а обсидианами. Конечно, это не ново, как персонаж теряет память, но в то же время это дает вариативность и возможность свободного выбора и отыгрыша своим персонажам. В New Vegas в сюжете, разумеется, были развилки и выбор различных сторон конфликта. Но радовало прежде всего то, что характеры персонажей были более честными, соответствующие тем реалиям. Если Fallout 4 были откровенно хорошие и откровенно плохие парни, то в New Vegas все персонажи так откровенно не читались, действовали с определенной мотивацией. А если и выглядели по своим поступкам настоящими негодяями, иногда причина таких действий могла быть вполне обоснована, и отчасти даже находила понимание из-за желания выжить. При этом нам совершенно никто не мешает даже в самом начале присоединиться к бандитам и отыграть роль максимально плохого парня, захватить весь город. Ну а в Fallout 4 весь сюжет идет будто по рельсам, только вперед. И что-то решающую развилку мы видим лишь под конец игры. Возвращаясь к Fallout 76, хочу сказать, что глядя на весь геймплей, не почувствовал совершенно ничего. Никакой ностальгии по прошлым частям, никакой жажды приключений. Я увидел лишь бессмысленный гринд ради гринда. Не удивлюсь, если в онлайн-версии Fallout'а еще появятся и микротранзакции. Это ведь так модно в 2018-м. Итогом скажу, что олдфаг игры крайне скептически относятся к Fallout 76, и их вполне можно понять. Но в свою очередь, для тех людей, у кого Fallout 4 был первой игрой серии, ну конечно же, они очень ждут проект. Ведь Fallout 76 задумывался как онлайн-режим для 4-го Fallout'а. Собственно, на этом все. Пишите, что думаете, не забывайте подписываться на канал, ну и по возможности поддерживайте видео пальцы вверх. Ну а я по чапу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок